Момент истины в эфире в студии. Андрей Караулов. Добрый вечер. Школьное питание. Чем мы кормим наших детей в школах? Мы Россия. Чем мы кормим наших детей? С ответа на этот вопрос мы начнем сегодняшний разговор. Вопросы к школьному питанию такие же, как вопросы к питанию детей вообще. Самое главное, чтобы дети в школе могли питаться полноценно. Мы достигли того уровня, как действительно полноценное питание во всех школах России? Я думаю, что нет. А в чем проблема? Проблемы, наверное, организационные. Те пищеблоки, которые существуют сейчас в школах современных, они по большей части не отвечают современным требованиям. То есть это достаточно старое оборудование, но они не могут сами готовить полноценную еду. Школьные столовые. Да, в мире так не делается. Обычно это какие-то полуфабрикаты, которые привозятся и разогреваются на месте. А начинать готовить, извините, сырое мясо, тушу рубить в школьной столовой, это совершенно нереально. В Москве разработаны 20-дневные меню совместно с Центром Роспотребнадзора, департаментного образования. Меню школьных завтраков, школьных обедов. Особенность является широкое использование продуктов, обогащенных микронутриентами, то есть витаминами и минеральными солями микроэлементов. То есть у нас рубят мясо... Зачастую это старые кадры, обычные тетушки, которые... Полуфабрикат-то привезти проще из кулинарии. Но они должны удовлетворять санитарным нормам для детского питания. Если есть бюджетные деньги, если есть мясо, причем мясо даже не перемороженное зачастую, Кирсан Лемжинов, мясной пояс предлагает сделать, мясо девать некуда. В Калмыкии более 300 тысяч голов крупнорогатого скота. Знаменитые наши калмыцкие быки. Это около 50% мясного скота Российской Федерации. Такой бык весит больше тонны? Тона 200 килограммов. Два года назад в Калмыкии состоялся президиум госсовета. Президента подводили к быку? И вот с краю стоял бык-заяц весом тонна 200 килограммов. А от такого быка сколько бычков в год? Ну это быки-производители могут не один десяток производить. Отел в апрель месяц, в ноябре он уже весит 500 килограммов. Так быстро? Это мраморное мясо, себестоимость 30 рублей, а на рынках от 1000 рублей до 300 долларов. При желании накормить всю Россию своим мясом, сколько лет на это надо? Вот как показывает опыт, Кирсан Игоревич? Ну мы программу делали, мясной пояс России от Калмыкии через Алтай, Бурятия. Ну эта программа как раз рассчитана минимум на 20 лет, 20-30 лет. Это возрождение именно традиционного нашего скота. Ну и почему знаменитый мраморное мясо, он отличается от того же западноевропейского или даже в Казахстане. Мясо разрезать, то тонкий слой жира. И круглый год скот постоянно на выпасе находится. И разнотравие, которое вот в Калмыкии есть, 580 видов разных трав. И это позволяет производить такое качественное мясо. И мы спокойно можем конкурировать с любым другим европейским, аргентинским мясом. Ну вот пожалуйста, вот они факты. Если себестоимость в Калмыкии мраморного мяса, это самое высокое качество, мраморное мясо 30 рублей килограмм, а в ресторане в Москве кусочек 150-200 грамм, мраморного мяса более 100 долларов. Вопрос, если государство выделяет деньги на школы, госзакупки. 30 рублей себестоимость килограмма аж мраморного мяса. Можно сделать нормальные полуфабрикаты для школы, чтобы... Конечно можно. Меню разработан для школьного питания, технологии, то есть все это расписано. Что там должно быть, примерно тоже расписано. Но когда дети приходят в столовую на завтрак и на обед, то это огромный выбор какой-то выпечки, плюшек и прочего. Ну в лучшем случае один вариант завтрака или обед горячего, а должно быть несколько. То есть это должна быть система, ну такая вот столовая, когда ребенок может выбрать несколько горячих блюд, мясных и салатов. То есть неправильное питание налицо. Налицо, да. Вот в последние два года в Москве все-таки пошла работа и убрали из школ автоматы по торговле чипсами, шоколадками. Речь идет не об опасности, а о полезности. Опасность это другой аспект совершенно. Не все школы, например, канализованы. Не в всех школах есть водоправа. Вот это опасно, потому что вода поступила неизвестно откуда. Повар пришел с гноничковыми заболеваниями. И мы знаем, что в случае встречаются дизентерии и токсикоинфекции, салмонеллеза. Вот это вот опасно. А мы говорим о долговременном влиянии питания, в том числе школьного питания, на здоровье, малокровие, предположим, кариеса, сердечно-сосудистой патологии. Да, конечно, неправильное питание, начиная с детства, один из факторов риска. То есть больше вероятность, что человек заболеет гипотонической болезнью атеросклерозом, не дай бог, инфарктом миокарда. Русские морсы, русские крюшоны, рецепты известны. Неужели это трудно сделать опять как программа? То, что дети пьют, мы в нем говорим. Я думаю, что это все-таки результат и рекламы, и торговой агрессивной политики фирм, которые производят напитки. Здоровье нации очень важно для государства. Для этого государство должно проявлять политическую волю и контролировать исполнение своих решений. Вот я вношу предложение ликвидировать рекламу, любую рекламу, на любых носителях, на телевидении, на радио, в газетах, алкоголь и табака. Пиво приравнять к алкоголю? Обязательно. То есть запретить рекламу пива? Не только пива, любого алкоголя. У нас же сейчас нельзя рекламировать алкоголь, допустим, на телевидении. А, пожалуйста, на улице можно. Так вот, вообще, чтобы не было никакой рекламы алкоголя и, кстати, и табака. Скажите, пожалуйста, у вас в буфете в школьном детишек чем кормили сегодня? У нас казакового буфета нет. У нас ребята заказывают полники. Моя личная дочь чай пила и булочку с изюмом. А на обеды что ваша дочь и другие детки? Да, золотой, надо вспомнить, что я не ела. Рассольник. Рассольник. А почему такой вопрос-то я никак не поняла? Что кто-то отравился? Да нет, а почему же вы удивляетесь? Просто интересуюсь. Мясо дают детям? Дают. Когда давали последний раз? И какое мясо? Печенка была. Когда это было? Так, наверное, среди недели, где-то во вторник или среду печенка была, по-моему, с рисом. А чем же еще помню? Тут печенка была в среду. Каждый раз первая. Вот с посолем довольно бывает часто. Гороховый суп, щи. Лапша бывает, но резко, правда, отдать должное. А на второе? Вчера были, по-моему, макароны с дифтеном. А мясо вы откуда получаете? Это получает повар. Я не проверяю, откуда получают продукты. Мясо мороженое, естественно. Не знаю, это не мои, как питье. Откуда могу знать, мороженое мясо получает или не мороженое? Я же не повар. Печенку давали в среду. Эта печенка осталась в памяти. И рассольник. Получается, что выбора никакого. Ведь государство в состоянии обеспечить достойное питание. Это может быть... Ты можешь мне объяснить, ты профессионал. Почему? Мясо мороженое переморожено, никакого выбора блюд. А самое удивительное, еще один разговор телефонный. Это уже Конаковский район, Тверская область. А какому классу? Начальная школа вас интересует или еще что-то? И начальная, и средние классы. Но у нас ассортимент был достаточно богатый. Была рыба, были котлеты, были тихтели. Скажите, рыба речная? Ваша Тверская рыбка? Селигера? Нет, она была из холодильника. Это минтай замороженный. Минтай. А почему нет селигерской рыбы, которой так много, и речки, и озера? Потому что цена ее значительно выше. И я полагаю так, что это связано именно с этим. Минтай из-за границы дешевле, чем собственная рыба и соседняя рыба? Я не думаю, не знаю. Дело в том, что питание школы осуществляет компания СТЭК Плюс. Они составляют меню, наценки и так далее. Все, что нам предлагают, мы, как правило, соглашаемся. Мясо и рыба мороженое. Я правильно понимаю? В каких морях минтай водится? Ну, значит, довезли оттуда. Минтай из-за границы дешевле, чем собственный карась, карп, говоря уже о фореле. Рыбных хозяйств много. Минтай везем. Мороженое-перемороженое. Мороженое-перемороженое. Какой-то минтай, можно себе представить. Кстати, при коммунистах, вот если помнишь, да, минтай и ледяную рыбу. Кошкам добавили. Да. Моя кошка, ледяную рыбу у нее, хотя мы с мамой жили очень много. Ледяная рыба продается по 300 рублей за килограмм. Более того, она мороженое-перемороженое, ее когда размораживаешь, там грамм 300-400 с килограмма – это вода. Мы о детях говорим, это все целевые закупки, датируемые во многом государством, а начальные классы бесплатно. То есть это государство покупает вот такой минтай для детей в школу. Государство должно для себя определить. Мы хотим здоровое поколение. Хотим, конечно. Хотим, конечно. Что мы для этого делаем? Везем минтай из северных морей. У нас есть все возможности давать качественное, незамороженное мясо на уровне мировых стандартов птицу. Мороженое мясо, мороженая рыба повсеместно, пожалуйста, Тульская школа. Это хорошая школа Тулы. У нас меню ежедневно, которое присылается из комбинат школьного питания. И мясо, и все остальное. Скажите, в каком виде? Как полуфабрикаты? Сырое мясо, никакое не готовленное. Мороженое, как правило, да? Конечно. Это все тульские школы, вот так? Все одно и то же меню. Каши, масло, чай там с булочкой или еще с чем-то. Это завтрак? На обед обязательно. Первое блюдо, там мясо всегда бывает. Второе. Макароны, каши, там еще чего-нибудь. А с чем макароны, каши? С маслом бывает, бывает котлета. Цикличность у нас двухнедельная. Понедельник. Бутерброд с маслом сливочным. Макароны с сыром и маслом. Какао с молоком. Это завтрак. На обед суп гороховый с мясом с зеленью. Сардельки молочные, отварные с маслом. И компот из изюма с витамином С. А рыба какая? Тульская? Карп и караси? Нет, такой не бывает. А почему не бывает, как вы думаете? Я не знаю. Наверное, дорого. То есть океанская рыба из-за границы? Да, наверное. Дешевле, чем собственный караси. Я думаю. Я могу сказать, что у нас в этом году настолько переизбыток рыбы... Переизбыток рыбы... Путина была фантастическая. И рыбу некуда деть. Дошли до того, что арендуют склады в Росрезерве на миллион тонн. Чтобы вот ту рыбу, которую выловили в этом году, чтобы она не пропала. Тогда при чем тут Минтай, еще раз скажу? Когда горбуша, кета, Путина на Дальнем Востоке была такая, какой не было лет 40, наверное. Это очень рыбный год. Этот год просто сумасшедший год. Ну кто объяснит? Существуют какие-то налаженные поставки, комплексы интересов. Это при социализме было сложно понять. Сейчас рынок, рынок выгодный эту рыбу... Значит, работает система интересов. И мы везем с северных морей Минтай, а свою высококачественную рыбу закладываем в склады Росрезерва. Известная фраза одного классика. Если есть возможность получить 300% прибыли, мать родную и продадут. Если Кирсан Ульмужинов пытается, действительно пытается создать мясной пояс России, Барнаул, Бурятия, себестоимость, еще раз скажу эту цифру, килограмма мраморного мяса всего 30 рублей. На рынке 1000 рублей, а в Москве вообще безумные деньги. Потому что это самое высокое качество мяса. Школу полуфабрикатную у Ульмужинова есть мясо, недорогое. Школу российскую, раз госзаказ, можно обеспечить нормальным мясом. Я думаю, что и можно, и нужно. И кроме школ, есть еще целый ряд государственных структур, где требуются государственные закупки того или иного продовольствия. И, конечно, должны быть целевые закупки. И не по этому принципу 94-го закона, когда выставляется тендер, и тендер выигрывает, кто подешевле даст. Зачастую даст тот, у кого на сегодняшний день ни мяса нет, ничего. И выиграв тендер, только пойдет уже у реальных производителей, значит, покупать совсем задешево, чтобы перепродать государству, опять же, какой-то наценкой, опять же, речь идет о тех же самых потребителях, которые пользуются несовершенством 94-го закона о госзакупках для государственных нужд. Вы довольны качеством школьного питания? Я думаю, что качеством школьного питания недовольны никто. Не дети, половина, что им выставляется на столы, или, так сказать, они просто идут потом в помойку, они этого не едят. Ну, как это может быть? Россия начинается с детей. Все-таки у нас система образования и школы находятся в муниципальном ведении, и в каждом регионе конкретные люди занимаются образованием, в том числе вопросам питания школьников. Нет, как бы, единых подходов, у каждого разные возможности. Ну и, конечно, там же патриотические структуры, те, кто хочет на детях подзаработать. Мы увидим несогласованность позиций в региональных бюджетах, сколько выделяется на горячий завтрак, каким категориям детей тоже в регионах очень все это скачет. И вы же сами знаете эту печальную статистику. Если у нас первоклассники переходят в школу, то там 80% здоровых детей, то 11-классники у нас зеркально наоборот. Там 10-15% здоровых, а остальные все уже имеют какие-то осложнения, иногда даже хронические заболевания. И желудокисечные среди них чуть ли на первом месте из-за абсолютно неправильного и плохого питания. Более того, я бы сказал иначе, я бы сказал, что минус 9, то есть еще когда только забеременела женщина, и она вот носит плод, оказывается импринтинг, что ли, идет, отражение того, что ест мать. Если мать есть разнообразно и полезно, значит, у ребенка формируется. Поэтому первый класс, это мы уже опоздали формирование. Но хотя бы с первого класса, потому что еще все-таки пластичный ребенок. И, конечно, вы абсолютно правы. Конечно, это один из факторов развития заболеваний в дальнейшем. И потом удивляемся, а почему у нас при призыве в армию половина парней отсеивается просто потому, что они физически не готовы. Более того, в отличие от Соединенных Штатов, где национальная проблема ожирения, мы будем о генетических продуктах чуть позже говорить сегодня, у нас проблема – недостаток веса детей в школе. Недостаток веса, если отталкиваться от нормы. У нас достаточно науки, чтобы сформировать правильное меню. Но результат-то такой, что в этом году мы опять отсеяли огромное количество парней, просто потому, что он автомат поднять не может. Какая армия? У нас порш, омлет. То есть одно первое, одно второе? Первое, второе, да. Там огурец еще к омлету. А как часто мясо дают детям? Сосиски бывают, и колбаса бывают, и мясо. И на завтрак бывают колбаса. Ну, или бутерброды, или каша. А бутерброды с чем? С колбасой, с сыром бывают. Скажите, а мясо мороженое или свое рязанское, свеженькое? Я не могу сказать, нас кормят детское питание. Понимаю. Молоко часто даете? Молоко в чистом виде нет. А почему? В Рязани плохо с молоком? Нет, хорошо. А почему же детям не дают молоко? Вы знаете, у нас цикличное меню, которое утверждает Роспотребнадзор. Нас детское питание кормит. Мы, к сожалению, сами не готовим к еду. Почему в этом меню молока нет? В Рязани много молока, хорошего молока. Да, да, да. Честно говоря, слушать больше невозможно. Берите, пожалуйста, запись телефонного разговора. В Рязани в школах нет молока. В Рязани. При госзакупках. Начальные классы, это все гособеспечения. Завтрак и обед. Полник. Нет молока, мороженый, перемороженный минтай. Мясо мы слышим в сосиске, сардельке, фарш. В Рязани. Ну, надо ведь сказать, что обеспечение питанием начальных классов, это полномочия субъекта. В твоем обороте, в Нижегородской деревне, где родина Холомы, тоже нет молока и мяса? Нет, у нас все в порядке. И Нижегородская область обязательства выполняет. Вы понимаете, почему губернатор Шанцева получается, а у губернатора Рязанской области не получается? Вероятно, потому что бюджет Рязанской области гораздо ниже, чем бюджет Нижегородской области, а уж тем более, чем Московской. В результате кризиса бюджеты в регионах сократились, ну, как минимум на 30%. Ну, молоко – это отдельная тема. У нас парадокс. Мы в этом году просто можем залить молоком всю страну. Летом молоко производители выливали напротив областных администраций в канализацию. Потому что закупочная цена 6 рублей не выберна. При его себестоимости 10-12 рублей в зависимости от сортности. Почему мы не идем по пути того же Китая, где было принято решение, что в школьное меню включен пакетик молока? Значит, просто выливали молоко, потому что невыгодно продавать. Вот и все. Это было летом в Южном федеральном округе. Ну да, корову нельзя не подавить, она взбесится, корова, а продать молоко по 6 рублей не нужно. Продать молоко ниже себестоимости его производства на 3 рубля, это означает, что эту корову лучше сегодня зарезать. Потому что чем дольше она доится, тем-то ее потом даже на мясо выгодно не продашь. Большая проблема, закупочная цена, она... Если молоко, оказывается, выгоднее вылить на землю. Это проблема, которая сегодня касается всех без исключения регионов, где есть сельхозпроизводство. И это проблема, которую, к сожалению, на сегодняшний день мы так и не решили. Вот мы сейчас ее и обсудим. Слово Сергею Михайловичу Миронову. Вопрос, почему? Закупочная цена молока, того же молока, в том числе и у государства, 6-8 рублей за литр. В магазине молоко стоит уже 60 рублей и выше. Вот как это понять? А понять очень просто. Если вы проследите, как молоко доходит до магазина, во-первых, определенная группа посредников, и вы увидите, как производитель, который готов получать молоко по нормальной цене, делает свою нормальную оптовую надбавку и направляет в реализацию тоже по вполне приемлемой цене. А там внедряется некий посредник, а во-вторых, когда доходит до розницы, все хотят получить очень хороший процент. И здесь есть еще одна несправедливость. Несправедливость по отношению к товаропроизводителю. Потому что 6 рублей – это не та цена, по которой должно у них молоко покупаться. Иначе просто будет невыгодно, и все коровушки, простите, пойдут под нож. Но и самая главная разница между закупочной ценой и продажной не должна составлять разы, как это происходит сейчас. Существует очень мощное лобби тех, кто владеет торговыми сетями, и кому, конечно, это невыгодно. То есть как налажено? Ну, налажено. Кому-то выгодно ментай с Северных морей везти в Тулу и так далее. Есть регионы, я езжу по региону, езжу напрямую, идет ценообразование, там более прозрачно. Хотя тоже это несправедливость есть, несправедливость именно по отношению к производителям молока, потому что они вынуждены за очень дешево все это продавать. Но, когда мы говорим о хлебе... Зерно мы покупаем сегодня у крестьян по 2,5 за килограмм. 2500 рублей за тонну, меньше 100 долларов за тонну зерна. Но, когда мы говорим о хлебе, то мы видим очень интересную картину. Практически 100% всего зерна будет куплено перекупщиками. И когда пойдет зерновая интервенция, эти государственные деньги попадут не в карман хлеборобу, а в карман посредника. Вот это очень больная проблема. И даже планируемые раньше объемы интервенции хлебной, они сейчас будут уменьшены, потому что государство тоже не дураки и понимает, что же мы деньги-то отдаем. Хотим поддержать товаропроизводителя, а получается поддерживаем спекулянтов. На сегодняшний день у нас технологии позволяют молоко хранить до 8 месяцев без потери качества. Довели ситуацию до того, что его выливали в канализационные люки напротив областных администраций. А детям едет мента из Северных морей. В этой связи, кстати, чтобы не быть просто критиком или алармистом, что вот как у нас и плохо, есть конкретное предложение. И мы сейчас будем разрабатывать такую законодательную инициативу. Суть ее очень проста. Государство, когда покупает зерно нового урожая, может покупать это зерно только напрямую у производителя зерна, то есть у хлебороба. Проблема-то в чем? Крестьянам нужно отдавать кредит сейчас, а у нас еще интервенция пойдет только в ноябре. Так вот, перекупщик сейчас покупает, и за 2,50 еще дешевле покупает. Бросовая цена, и христианин вынужден продавать, потому что ему, так иначе, не рассчитаться с долгами. Он должен думать уже о будущем посемной. А государство, когда придет на этот рынок, там сидят эти хорошие дяди, в элеваторы, которые, кстати, у них собственность все засыпали, и они говорят, так, государство, дорогое, мы сейчас тебе продадим нового урожая. Палец о палец, не ударив для того, чтобы этот урожай вырастить. А только деньги уже бюджетные положат себе в карман. Вот этого не должно быть. В батоне хлеба, в цене его, в рубле 20 копеек, достается тем, кто этот хлеб вырастил. Все остальное это транспорт, хлебопеки, торговля. Городскому человеку, вот нам, не людям, деревне, понять это невозможно, почему молоко выливается, в школах его нет. Закупочная цена в том числе и у государства, еще раз хочу подчеркнуть, 6 рублей литр при себестоимости. Ну, почему нельзя понять городскому человеку? Я помню, как в начале 90-х годов пытались сознательно уничтожать сельское хозяйство. В другое время оказались другие песни. С тех пор, на самом деле, немного изменилось. То есть, как сейчас не социализм? Это вот при социализме на Кубе фрукты гниют на плантации, в магазине их не социализм. Значит, сложилась, с одной стороны, система управления, коррупционная, когда на определенных условиях происходят закупки товаров, причем сознательно некачественных товаров, либо их завоз, импорт, который вытесняет наши продукты с нашего же рынка. То есть, у нас рынок мало защищен от дешевого сельхозимпорта из-за рубежа. Эта система складывала два десятилетия. Исправить ее крайне тяжело. Ведь у нас уничтожали птицы, сознательно снижали цены на молоко, да? Вот совершенно правильно сказано, что себестоимость молока 10-12 рублей. Ну, в зависимости от областей. А продается она в 3-4 раза дороже. Проблема заключается в том, что у нас, как говорит батька Лукашенко, перевернутая пирамида. Когда вместо того, чтобы посредники получали свой законный процент, и, кстати сказать, во всем мире этот процент достаточно ограничен, они зарабатывают именно на посредничестве. У нас в булке хлеба, Иван, сколько процентов? 19% хлеборобом. Все остальное это... За хлеб. За хлеб. Откуда они набегают? Не будем, давай разберем. Если 81% это посредники, вот на пути движения булки из деревни, зерна, к магазину, откуда их столько? Это транспорт, это хлебопеки, а хлебопеки это тарифы, которые постоянно растут. Дальше доставка в торговую сеть, и дальше торговая сеть. Все. Не 80%, не 80%. Две составляющие. Посредническая, завышенная, чрезмерно, особенно все, что касается сетевиков. И вторая, коррупционная составляющая. Ведь смотрите, что получилось. Сложилась система уделов, когда десятилетиями правят одни и те же люди. В Московской области у нас некоторые главы районов руководят по лет по 20. Вокруг них родственники, вокруг родственников свои родственники. Как правило, если вы хотите избавиться от коррупции, избавьтесь сначала от той системы, когда родственник имеет доступ к государственным ресурсам или родственник родственника. Если он это имеет, значит, он неизбежно этим будет пользоваться. Если он этого не имеет, он будет незаконными способами продавать другому, но это уже чистый криминал. А так он просто законно пользуется. Сколько мы говорим о том, что необходимо защищать собственного товара производителя? Судя по закупочным ценам, молоко 6 рублей, еще раз я повторю эти цифры, зерно 2,5 рубля, высший сорт зерна, килограмм. Мы не можем ни производителя, христианина защитить, ни покупателя, то есть государство, защищает тех, ради кого оно существует. Я думаю, что, как всегда, речь идет о деньгах, и о деньгах очень немало. Когда все все понимают про коррупцию, про лобби, про мента и замороженные, почему он оказывается дешевле в итоге в тульской школе, чем местный карась или карп, которых просто нет, не пускают на рынок, в том числе и форель не пускают. Давай конкретный пример. По поводу ментая, который покупается здесь где-то замороженным, им кормят наших детей в школах. Когда тот же ментай только что выловлен, огромные деньги, это навес золота, но куда идет он? На 99% за рубеж. Кто получает эти деньги, ментай ловят по большей части незаконно. И до сих пор эта проблема стоит очень остро. Так вот ты сказал самое главное слово, что поставки ментая в школы, предполагаем мы, журналисты, это контрабанда, это как китайский ширпотреб на закрытом сегодня черкезоне. Причем это контрабанда нашего же ментая. Вот что самое интересное. Ментая без уплаты. Почему выгодно его покупать? Потому что он ловится незаконно в нашем же Северном море. Совершенно верно. Если это так, милиция где? Вот я правда не могу понять. Это контрабандные поставки. Она может переморожена, эта рыба. Сколько ей лет, никто не знает. Совершенно верно. И именно такая в основном и идет. Я в этом уверен просто на 100%. Когда коррупция, так что же? Где все остальные? Сколько уже времени, лет мы твердим об этой коррупции. И обратите внимание, Андрей, ничего не сдвигается с мертвой точки. Прежде всего потому, что нам коррупцию, судя по всему, иметь выгодно. Еще один пример по поводу коррупции. Я обращаюсь к скандальному случаю, о котором говорится уже несколько недель. В стране об жуткой аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Турбины на Саяно-Шушенской ГЭС сделал Ленинградский металлический завод. И уникальность этих турбин заключается в том, что когда их сделали, их негде было испытывать. Поэтому их поставили на Саяно-Шушенскую ГЭС и прямо там уже и испытывали в работе. Оказалось, что все прекрасно. Более того, эти турбины проработали 30 лет. Столько, сколько им полагалось по гарантии, которую давал Ленинградский металлический завод. Но есть некоторое но. Ленинградский металлический завод должен был наблюдать и контролировать их работу. Так вот, специалистов с ЛНЗ в последние годы на Саяно-Шушенскую ГЭС не пускали. Почему? А потому, что, оказывается, есть свое, что-то типа ООО, Саяно-Шушенское такое объединение, которое занимается ремонтом и контролем за состоянием дел на ГЭС. Они собрали подряд себе, зарабатывают на этом. Совершенно верно. А контроля нет никакого? Совершенно верно. Входили в это объединение ремонтников, в основном все бывшие администрации и бывшее руководство Саяно-Шушенской ГЭС, а также и некоторые... Нет, ты мне объясни, пожалуйста, как с ментаем, что никто не знал, не понимал, не видел, не догадывался. Люди годами, производители турбина из Питера не могут попасть на ГЭС. У нас же всегда так пока не клюнет кое-кто, кое-куда, кое-за что. Ничего не двигается. Так кто виноват тогда в аварии твоя... Сейчас это еще не все. Началось это не в Саяно-Шушенской ГЭС, а в Братской. Там случился пожар, который быстро, достаточно потушили. Но кто его тушил? О-о-о, пожарная часть Братской ГЭС. Загорелся узел связи и вместо того, чтобы погасить огонь инертными газами, их залили водой. Что случилось с узелом связи после того, как его залили водой, я думаю, объяснять не надо. Все вырубилось. Диспетчер сидит в Кемерово и он обладает только телефонной связью. Телефон вырубился, он не знал, что делать. При этом Братская ГЭС продолжила давать свои 80% энергии, которая переправлялась на Азию. 20% доевала Саяно-Шушенская ГЭС. Но диспетчер не знал, и он полностью 100% переключил на Саяно-Шушенскую ГЭС. Началась дикая вибрация. Рвануло так, что поток воды, несколько десятков тысяч тонн, рванул на высоту 14 метров. Марка, а когда-нибудь все это закончится? Или только мы... Правда страшно? Очень хорошо сэр Уильсон Черчилль, он очень не любил, когда его назвали политиком, он предпочитал общественный деятель название, потому что он говорил, что общественный деятель думает о будущих поколениях, а политик о следующих выборах. Вот разница. К сожалению, всем этим, в том числе и детским питанием, у нас занимаются политики. И вот к чему это приводит. Вот на секунду переходим в сторону. А закупочные цены 6 рублей литр молоко и 2,5 тысячи рублей тонны зерна. Такие цены не провоцируют социальный взрыв? Вот Пикалёва чему-нибудь научила наших чиновников, да всех. Ведь в Пикалёва люди, покажите, пожалуйста, наш силы, люди реально голодали. О коммунальных услугах, конечно, о выплате мы уже забыли, лишь бы прокормить. Другой раз садишься за стол, сам перетерпишь как-нибудь хотя бы детей накормить. Приехал брат мужа из Санкт-Петербурга, который тоже, в принципе, не имеет постоянной работы и привёз нам, как он выразился, коммунитарную помощь. Макароны, масло подсолнечное. То есть не какие-то там ананасы, как звучало по 100 ТВ, что якобы они ананасы у нас начнут требовать, а самые насущные макароны. Макароны, картошка вот ещё, благо, если у кого-то с участков оставалось, то возможно было. Многие мамы плакали частенько, были и голодные, обмороки. На рабочем месте было на самом деле очень грустно. И вот то, что говорили где-то с иронией порой, что в Пикалёве едят одуванчики, нам было не смешно, потому что в нашем городе больше негде устроиться на работу. Ну вот куда пойти, чтобы заработать какую-то копейку? Потому что межсезонье у меня ребёнок ходил в рваных кроссовках. Я же ему не могу объяснить, что просто олигархи не могут там решить какие-то вопросы. Хочется, чтобы психика у ребёнка была здоровой. Не научила. Пикалёв. Да, потому что мы не обучаемы. Да, до тех пор, пока у нас першат всё политики, которые думают о следующих выборах. Я тебе один пример приведу. Сегодняшняя ситуация. Небольшой городок Карелия. 200 километров до ближайшей дороги на Мурманск-Трасск. Да. Городообразующее предприятие целиком полностью зависит от воли кого? Северстали, господина Марташова. Невыгодно стало Марташову. Накануне зимы город обречён на что? На голод? Наша деятельность началась по техническому обслуживанию и ремонту горнодобывающей техники на основании конкурса, который провела управляющая компанией Северсталь ресурс, выбрав нас как наиболее достойного контрагента. Мы начали работать с декабря 2006 года. За это время, хочу вам сказать, что не было ни одной претензии со стороны Карельского Акатыша. А Акатышевке группа Марташова Северсталь? Совершенно верно. А что сейчас случилось? 28 июля нам пришло уведомление, подписанное директором по снабжению Лежневым Северсталь ресурса о том, что с нами с 1 сентября расторгается договор. Вот случился кризис, вы хорошо, ребята, работаете, у нас к вам претензий нет, но мы с вами расторгаем договор. То есть тысячи людей остаются без работы? Фактически, да. Вот так рождается еще одно Пикалева, еще один русский вольфрам в Приморье. Вот на глазах вопрос. Власть где? Если олигарху Мордашу вы стали невыгодными, а он частник, но социальная защищенность людей, вот тема разговора. Кто вас сегодня защитит? Вот вас выкинули, договор провали. Ну, в этой ситуации мы везде уже и письма посылали, и в администрацию президента, кругом, к губернатору, в нашу мэрию. Ответом мы получили только с администрации президента, и опять же спустили это на республику. Безработные люди, у нас городок маленький, во-первых. Предприятие градообразующее, это комбинат, Карельский Акадыш. Больше людям работы нигде не найти будет. И опять же прибавится безработный. Планируем до последнего стоять, чтобы работать в этой компании, потому что у всех кредиты, у всех семьи. У меня есть семья, ребенок 10 месяцев, кормить его на. Много друзей, знакомых, кто с кредитами. Ну и соответственно он будет отдавать кредит, а питаться неизвестно на что. Если у нее хватит еще отдать кредит, смотря какой кредит, оно у каждого сходится. Да, получается так, что та организация, которая хотят передать это, она в общем-то заявляет о том, что мы возьмем не всех, будет ли оставлена та самая заработная плата, которая сейчас выплачивается людям. Ну понятно, что не доначь, какой бы смысл было с вами разговариваться. Не могут ответить. Экономия идет. Все-таки кто вас сегодня может защитить? Не дать умереть с голода в полном смысле этого слова. Чтобы не было, как на русском в Альфраме еще расскажем в Приморье, когда люди в какой-то момент ели картофельные очистки. Или как в Пикалево, когда действительно голодали люди. Я считаю, что исполнительная власть. А мэр как-то проявил себя? Мэр сказал, что ему важнее каретские катышки. То есть мэр от вас отказался? Как фамилия-то его? Шершов. Это вы его избирали, вот такого мэра, который сказал, мне олигарх важнее. Да. И что вы делать-то будете дальше? Вот зима начинается. Вот мэр сказал открытым текстом, боюсь, не хочу, не буду. Голодайте, избиратели. Тысячи людей с семьями. Появятся очень серьезные проблемы. Вы сами понимаете, что... Работы больше взять негде, она не появится завтра. Да, если человека загнать в угол, то он может пойти на все. Но я думаю, что Мордашов просто в данном случае проявляет недальновидность. Не очень хорошо. Этот сюжет не останется без внимания. Я почему-то думал, что он более, так сказать, социальный ориентир. А я почему-то думал, что после Пикалева как-то у них страх у богатых появился. Ну, я могу сказать абсолютно точно, Пикалеву не прошло бесследно для очень многих. Во-первых, граждане увидели, ага, значит, вот как можно решать проблемы. И теперь руководство регионов, собственники прекрасно понимают, что если будут такие повторы, то как раз властям и владельцам предприятий просто будут давать по башке. Будут давать. Обязательно будут. Так вот, чтобы этого не было, сейчас стали замечать и стали немножечко упреждать, когда возникают такие ситуации, и власти уже бегают, и собственники немножко призадумались, потому что публичная демонстрация, как не надо делать, которую сделал Владимир Владимирович Путин, она, еще раз хочу сказать, произвела нужное впечатление на тех, кому надо. Если есть возможность получить 300% прибыли, мать родную продадут. И абсолютно даже не какие-то там бандиты, а просто те, кто считает главной своей целью набить карманы и получить как можно больше денег. Кстати, вы не читали доклад Организации Применных Наций по развитию регионов мира, где прогноз просто страшный. По России. Да. Если мы ничего делать не будем, а там, кстати, предполагают, что мы, а, не будем, а, б, ничего не получится, они уже просчитали, что к 2025 году население России уменьшится на 11 миллионов человек только, обратите внимание, возможно уменьшится еще и больше, из-за алкоголя в целом. То есть, это всевозможные травмы, это убийства, самоубийства, это болезни, сердечно-сосудистые, это химические отравления. То есть, причина смерти алкоголь приведет к тому, что 11 миллионов граждан нашей страны умрут раньше времени, и у нас, соответственно, сократится значительная численность нашего населения. Хорошо. Вот такое предложение внес Миронов. И судьба вашего предложения? Мое предложение ввести государственную монополию на обороты производства этилового спирта. Если любая бутылка алкоголя крепкого продается в нашей стране, она должна быть произведена из спирта, которое произведено на государственных казенных предприятиях. За этот спирт государство, кстати, получило денежки. За качество отвечает? За качество отвечает. Расчеты такие, примерно 400-600 миллиардов рублей ежегодно в казну России. Не помешает, согласитесь, серьезные деньги. И самое главное, никогда нельзя будет допустить, чтобы так называемая паленая водка появилась, потому что все считано. Любые производители алкогольных напитков вынуждены будут покупать спирт только у государства. Государство знает, сколько оно спирта продало какому заводу, и тот не может уже с фальшивыми акцизами выпускать бутылки, потому что все будет считано. Вот вам выдали столько спирта, максимум, что вы можете продвести, столько на бутылок. Все остальное, что бы там ни рисовали, акцизные марки у вас в порядке, это уже контрафакт, это подлежит уничтожению и наказанию тех, кто это делает. Президент вас поддержал, премьер-министр? Я направил законопроект в адрес премьера Владимира Владимировича Путина с просьбой дать заключение и высказать свою позицию. Одобряет он это. Если он согласен, тогда я буду вносить в Государственную Думу. Если Путин поддержит вас, правительство, кто встанет на пути движения вот такого закона? Водочные короли. В жизнь. Вы боитесь их? Но огромные деньги, сказали вы. Огромные деньги. На пути мафия вводочная. Реально, если Миронов, Путин поддержит, президент одобрит. Мафия может стать или побоится? Мафия всегда испугается одного. Консолидированной, четкой волевой установки государства. Государство это, кстати, все мы. И в том числе слуги народа. Это начинает президента, премьера, ваш покорный слуга, председатель одной из палат. Если консолидированная позиция правительства, президента, законодатели, потому что этот закон должен пройти через государственную думу. Какие там будут баталии, я все это прекрасно понимаю. Пройдем мы все. И я вас уверяю, если это будет действительно настоящая воля государства, четко заявленная, четко реализуемая, никто не посмеет перечить, потому что, мягко говоря, накладно воевает государство. Субтитры создавал DimaTorzok